Всем привет! Это видео будет в тематике минимализма, а если конкретнее, оно о том, как люди относятся к расхламлению и в чем их ошибка. Неважно, захотели вы стать минималистом или просто прибрались в квартире, всегда либо промелькнет мысль в голове о том, что это бесполезно, все равно скоро будет по-старому, либо найдется человек, который об этом скажет. Но проблема-то не в вещах, не в мусоре, не в грязи, а в отношении к этому ко всему. В отношении к хламу, в отношении к потреблению, в отношении к покупке ненужных вещей. Если оно не меняется, то, конечно, каждую неделю будут скапливаться горы нового хлама, а вы будете разочарованы в этих модных концепциях образа жизни типа минимализма. Но когда меняется отношение к уборке или к вещам, меняется вся система. Если вещей мало, то и расслаблять нечего. Если вы ввели в свою жизнь новые привычки, то больше не нужны будут генеральные уборки. Достаточно просто выполнять чуть-чуть элементарных действий каждый день. Я вообще считаю расслабление как концепция, как часть минимализма, это полная ерунда. Потому что от того, что вы выбросите старые надоевшие вещи и освободите место для новых, ваша жизнь не изменится. Конечно, действия, которые мы выполняем на пути к нашей новой жизни и к нашим мечтам, они очень важны, они решающие. Но не менее важны наши мысли, наше обдумывание всего этого. А еще, если, допустим, вы терпеть не можете, прибираться в шкафу, вспоминайте о том, как загроможден вещами и переполнен одеждой ваш шкаф перед тем, как купить какую-нибудь новую кофточку. Что нужно будет опять все доставать, перекладывать, сортировать и так далее. Если вам это не нравится, зачем же вы способствуете тому, чтобы это происходило чаще? Вот такие вот у меня размышления о расслаблении. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова